Один из самых известных и самых агрессивных атеистов в мире, Ричард Докинс, часто говорит о том, что религиозными людьми легче управлять, и у них больше единства, потому что они все дружно следуют за своими лидерами и слушаются постулатам своей веры. А вот атеисты, говорит он, думают каждый сам по себе, и ими управлять все равно, что, как он говорит, собирать кошек воедино. Так как у каждого из них свои соображения, то каждый атеист верит во что-то иное. Этим он отвечает на вопросы о том, почему именно религиозные группы больше всего помогают нищим, проводят общественную работу, откликаются на нужды общественности. «Среди свободных мыслителей тяжелее найти единство и тяжелее согнать их вместе на какой-то проект», – утверждает он. Звучит резонно, но у меня только один вопрос. Тот же Ричард Докинс все время повторяет до более известное утверждение, что атеисты верят только в истину, доказанную наукой. Если, как он сказал до этого, каждый из них верит во что-то иное, значит, у каждого из них своя истина, доказанная наукой? И если атеисты верят только в установленное учеными, то все должно быть наоборот. Научная истина одна, а религий много. И при этом в каждой религии куча направлений, фракций, течений. Посмотрите только на иудаизм. Вы когда-нибудь видели двух раввинов, которые соглашаются друг с другом? Если атеисты верят только в доказанное наукой, то они все должны всегда во всем соглашаться, что, конечно же, нельзя ожидать от верующих. И к тому же, если я верующий еврей, я могу пойти в синагогу одного направления, потом в синагогу другого, пока найду себе учение, которое, я думаю, мне подходит. И за пределами иудаизма в мире, конечно же, очень много религий. Верующий человек может выбирать себе ту, которая, как он думает, нравится ему больше. То есть, он может самостоятельно думать и принимать осознанное решение, во что верить. А если я атеист, я должен верить только в то, что уже доказано наукой, и ни во что больше. То есть, у меня выбора, во что мне верить, нет. И сам я, конечно же, не могу разбираться в доскональности, в высших тонкостях каждой отрасли науки. Я не могу быть одновременно специалистом в биохимии и в экономике, и в гидромеханике. Я могу только получать информацию о том, что высшие умы в каждой из этих областей уже раскрыли, и я должен полагаться на то, что мне сказано. Мне сказали, что что-то доказано, значит, все, это стопроцентная истина. А если еще не доказано, и между учеными пока еще идут споры на эту тему, я в это не могу верить. Это же не доказанная истина. Когда большие дяденьки там разберутся, мне сообщат, по их указанию я начну верить в то, что мне сказано. То есть, обычно вам говорят, что верующие не думают сами за себя, а слепо следуют за кем-то. А вот атеисты – свободно мыслящие люди. А вроде бы, оказывается, все наоборот. Вот, на самом деле, разницы между верующими и атеистами почти никакой нет. Атеисты имеют различные мнения на самые разные темы. Почему? Потому что они верят, как религиозные люди, в очень много вещей, не доказанных наукой, и которые даже не могут быть доказаны наукой. Такие вопросы, как тема справедливости, морали, добра и зла. А религиозные, как их называют, как и атеисты, думаю, тоже каждый за себя. Разница между ними только в том, что верующие люди не боятся признаться, что кроме того, что они верят в доказанное наукой, они также верят в то, что не подвластно лабораторным экспериментам. Продолжение следует...